По традиции, чего-кого, ребятки, всем отличного дня, прекрасного настроения и вообще всех благ! А сегодня мы немного поговорим перед рецептом о том, что же это за канал. Многие спрашивают, ну, как бы, если это рецепты, то должны просто быть рецепты, но нифига подобного. Это, ребятки, влог, и, ну, мне просто прикольно с вами пообщаться, чтобы с вами было комфортнее общаться. Естественно, подпишитесь на мамкиного блогера, ставьте лайки, комментарии. Ну, все, что хотите, ребят, обратная связь от меня гарантирована, поэтому это вот такой вот формат канала. Развлекательный, влог, ну, диалог, я не знаю, как я хочу готовить с каждым из вас, но, к сожалению, пока еще вот телевидение или YouTube не достигли таких высот, поэтому приходится мне вещать вам вот отсюда, с кухни, где лежат всякие вот такие вот кочаны капусты, морковки, терки и такая прочая всякая утварь. Вот, но я надеюсь, что с той стороны экрана вы также запаслись этой же капустой, этой же теркой, этими же ножами и готовите вслед за мной. Вот, что я хотел сказать, еще раз подписывайтесь, а сегодня мы будем готовить замечательное блюдо, которое мне запомнилось еще с конца 90-х или начала 2000-х годов. Тогда на Новый год или на любой другой праздник девчонки делали что? Салатики, делали вот такие списки и отправляли своих чуваков в магазины, на рынке, ссорились, ругались, что что-то не купил, не взял 2 килограмма укропа или не добрал картофеля. Но пацаны, стиснув зубы, выполняли все это требование и со своей стороной покупали что? Вино девочкам. Владяру себе хотел сказать пивка, но Новый год спьем, это как-то вообще зашквар, поэтому брали водку и под водку брали корейскую еду, которой было в то время вдоволь. Корейская морковка, спаржа, капуста по-корейски. Вот, вы поняли, что мы будем сегодня готовить. Вот, такую вот капусту мы превратим в замечательный корейский салат из капусты. И чуть-чуть морковки, естественно, мы добавим для вкуса, цвета, аромата и внешнего вида. Смотрим. Для начала представлю, естественно, набор продуктов, которые буду использовать для приготовления капусты по-корейски. Естественно, капусточка вот такая обычная совсем морковочка. Сейчас чуть попозже я это взвешу. Просто самому даже интересно, сколько тут всего в граммах. И самое главное, это, конечно же, не терочка, не ложечка, не вот этот розовый великолепный тазик, а те специи, которые вот тут у нас прячутся. Сейчас подведу камеру поближе и представлю все эти, опять же, нехитрые специи. Я клянусь, они найдутся у каждого в кухонном шкафу. Приправы начну представлять с дальнего ряда. Тут у нас чилийский перчик, здесь у нас сахарница и в ней, конечно же, сахар. Тут вы уже успели прочитать, здесь соль. Вот в этой изящной рюмочке, тут не водочка, как хотелось бы, да, которую я упоминал в начале видео, здесь 30 миллилитров 9% уксуса. Смотрите, приправы, прям как светофор, желтенькая кукурма. Здесь у нас кориандр, тут у нас паприка, естественно, по громовкам. Тут чайная ложечка с горкой, здесь у нас столовая ложечка, здесь столовая ложечка. Четыре дольки чесночка, чеснокодавка и мой любимый, скажите сами, да, это именно он, кунжутик. Все, все нехитро, все имеется у каждого на кухне. И давайте уже приступать к готовке, потому что мне хочется вечером уже попробовать. А сейчас на секундочку 16.51. Все, готовим, даем настояться и пробуем. Итак, репзы, весы в студию, включаем их. Нам важна граммовочка для рецепта. 1200 минус кочерга, которую я выкину и всякая вот ерунда. Ну, давайте считать килограмм. И морковочка 159 минус жопа, которую я выкину, потому что боюсь обрезать вот этой теркой пальцы. Итого 140 граммов килограмм капусты, 140 грамм морковки. Все, запомнили, запишите весы. Уходят из студии. В студию приходит ножик и раздевочная доска. Все, погнали. Начну, естественно, с капусты, потому что рецепт о капусте. Терку нафиг, ложку нафиг. И у нас появляется на сцене вот это розовое, веселое, да не ведро, это таз. Все, погнали. Капусточку я уже помыл, она уже успела высохнуть. Давайте сразу кочерыжку отправим на кроличью ферму, потому что, ну, в детстве, когда не было еды вокруг, я, конечно, очень умилялся кочерыжкам, но сейчас не те времена, и вот это вот отправляется куда-то подальше. Вот туда, например. Итак, тут все просто. Какими ломтями, какими кусками вам нравится? Собственно, такими и нарезайте нашу капусточку. Я запомнил, что она у цыган, у которых я покупал на рынке, была примерно вот такого вот фасона, формата, поэтому буду так же и нарезать ее. Операция эта нудная, не очень веселая, поэтому, наверное, я сейчас видео включу вам La Music, и вы хоть чуть-чуть насладитесь хоть чем-то приятным в этом видео. Видите? Все быстро, все просто. Я думаю, на рынках так же все и делалось. Где-то воровалась на соседних колхозах и совхозах капусточка, и вместо исконно русских щей из нее делали буржуазную морковочку и капусточку, извиняюсь, по-корейски. Ну, естественно, вместе с морковочкой, которая там же прорастала, хотя La Music я все-таки вам, видите, не включил, потому что что-то превзошел даже себя, видите, дышу плохо. И это не из-за того, что у меня дыхалка курильщика или я какой-то старик, хотя я уже почти старик, это потому что жара в Москве и на улице, ну, реально очень жарко. И чтобы не запороть звук, я закрыл все окна и просто офигевая без кондиционера. Вот, все. Кило капусты уже в розовом тазике. Берем, зарываем вот так, чтобы она имела устойчивость у нас. Вот нашу терочку оранжевую. И оранжевую же морковку мощнейше затираю сюда же. 140 грамм. Делайте это все аккуратнее, чем я, потому что у меня сейчас после вот этого рецепта будет генеральная уборочка, поэтому я вот так прям размашисто все раскидываю, потому что знаю, что после вот этого вот всего я буду тут прибираться. Все, это на кроличью ферму, это в рукомойник. Вот, что у нас получилось. Далее мы не отключаем видео, берем ложку вот на такую вот бадью. Тут у нас, естественно, месть с морковкой, ну, давайте кило 200 считать. Не знаю даже. Вот давайте такую вот ложечку соли насыпем. Главное, чтобы верхнее отделение сейчас не открылось, иначе тут будет морковка соленая и капуста хрустяще-соленая. Все, вот, ну, еще добавлю. Вот так вот сверху посолили и уже монотонно, нудно. Таз бы нам побольше, конечно. Мы все это вот прям перетираем, не жалея рученик, не жалея хрустящих суставчиков своих. Это отличный для них такой физкульт-привет, отличное упражнение. Все это нам важно, прям, чтобы пропиталось. Капуста сейчас даст сок. Не думайте, что она такая сухая останется, как вы ее нарезали. Нет, сейчас все даст сок, и морковка, и капуста. И еще нам это все сливать придется, дабы наши специи не очутились в самом низу, благодаря этому соку, и не плавали в этом соке же, а не находились на хрустящих листиках нашей замечательной капусты. Вот. Ух! Ну и жарень. Видите, сколько сока? Рученьки-то влажные все. Вот, как надо перетирать. Все, оставляем на полчаса нашу капусту, и потом сольем сок, и продолжим уже туда добавлять все наши специи. Все, полчаса ждем. Итак, потому что я уже слил сок, вы поняли, что полчаса прошли, и перед тем, как начать закладывать в капусту наши специи, я отмечу один немаловажный факт. Нам еще понадобится 2 столовые ложки растительного масла. Можно даже чуть больше, потому что я люблю посочнее капусту, и подсолнечное масло. Нам не нужно кипятить, нам просто надо его довести до кипения и оставить на плите чуть остывать, пока мы будем вот нашу капусту, эту всю заправлять специем. Все, погнали! Начнем мы сразу с уксуса. Ну, кто-то больше, кто-то меньше. Я не очень люблю уксус, поэтому 30 мл, я считаю, нормально. Соль мы уже клали, чилийский перец. Ну, почему-то вот такая у меня идет очередность. Люблю поострее, поэтому, ну, вот так на чайную ложечку-то я настругаю чилийского перчика. Далее, сахар. Я не фанат, но, как говорится, в рецепте полагается, поэтому на такой вот дозняк где-то пол ложечки я брошу сахара. Итак, далее у нас чесночок, чеснокодавка наша советская. Кстати, она мне, знаете, чем не нравится? Она мне не нравится тем, что ее потом запаришься чистить. Всегда нужны какие-то зубочистки, фигиски, и пора мне уже обзавестись нормальной, современной чеснокодавкой. Но, согласитесь, такой олдскул имеет право на жизнь. Далее у нас кориандр, кукурма, красная паприка. Тут по столовой ложке, тут чайная ложечка. Все это разом вот так вот высыпаю. Соответственно, кукурма, видите, пальчики стали желтые. Помните, на рынке она всегда желтая. Кунжут я пока добавлять не буду, пока, но добавлю маслица, о котором я говорил, которое я разогрел на плите. Вот прям на специи выливаю. Она уже чуть остыла. Некоторые, конечно, с пылу с жару добавляют, но не знаю, как потом это все мешать. Все, погнали. Ложечкой мешаем это, особенно стараясь, чтобы у нас кукурма наша размешалась и все остальные специи. Вот не такие, видите, комом лежали. Вот, видите, там в серединке все комом. Нет, это фигня. Нам надо, чтобы все равномерно. Равномерно. Видите, уже капуста сочная становится. И уже аппетитнейше просто пахнет. Я понимаю, что ей надо пару часиков-то точно уж настояться. Желательно в холодильничке, чтобы она была такая вкусненькая, хрустящая, прохладненькая. И вместо уксуса мы налили холодненькой же водочки и хряпнули это все, не знаю, под футбол. Вот сегодня у нас будет футбол. И под футбол очень даже это все пойдет. Вот. Пока я трындел, все я практически размешал. Может быть, кукурмы добавить, ну, чтобы капуста была прям как с рынка. Там, помните, она была ярко-желтая, но в целом она и у меня уже практически ярко-желтая. И вот сейчас, вот сейчас я уже так вот сыпанул добренько кунжута и еще раз напоследок помешаю. Многие кунжут не добавляют. Я сыплю его везде, кроме чая, наверное, потому что это и полезно, и вкусно, и очень красиво смотрится во всех этих азиатских блюдах. Да и не только. Я пыщи добавлял и в борщи, но многие не поймут. Все, вот. Два часа в холодильничек накладываем, пробуем, и рюмочку водочки обязательно тоже выпью за это дело. Все. Итак, ребятки, как заправский волшебник, я взмахнул, ну, к сожалению, если я взмахну, все у меня рассыпется, разольется. Я взмахнул волшебной палочкой и заставил течь время быстрее. Поэтому два часа пролетели незаметно. Тут у меня холодненькая, тут капусточка на закусь. Хорошо пошла и следом капуста. The best. Сейчас прожую. Давайте пока поставлю. Капуста The best. Прям из начала 2000-х годов. С цыганского рынка, с тем самым вкусом. И вот, честно, умопомрачительно. Умопомрачительно. Я больше не хожу на цыганские рынки, да и просто на рынке вообще и предпочитаю готовить сей деликатес дома. Он ничем не хуже, чем у них. Он даже лучше, потому что тут любые вариации специй. Там кукурмы мало, добавили еще, соли мало, уксуса, ну, неважно. Можете варьировать как душе угодно. Я вот для классик, как для меня классик показал, вы можете любые вариации. Все. Еще раз скажу, подписывайся, потому что это влог. Я хочу дружить с вами, общаться с вами и хочу, чтобы вы общались со мной. Пиши, что хотелось бы приготовить, сообща, чтобы я, вы, ваши рецепты, ради бога, все, что угодно. Давайте готовить по вашим, давайте готовить по моим. Все. Мамкин Блогер, канал, подписывайся, лайкай, комментируй, обратная связь от меня гарантирована, а я прощаюсь с вами, потому что у меня еще не одна рюмочка и полно-полно капусты. Вкуснейший. Пока.